хейл гайзом и шумики мы продолжаем родить и ру по названию розовая пантера фокус-покус короче какие у меня мысли есть никогда не знаешь пригодятся ли тебе когда-нибудь морские ракушки морские ракушки марш ракушки все у нас есть морские ракушки вы теперь с вами что делаем а мы делаем вот что тихо дерево для этой мачты мы взяли в священных джунглях как впрочем и все остальное для лодки всю работу мы сделали вручную так черная дыра мы сами уже считайте два предмета здесь нашли поэтому мы можем перейти в next location и узнать что там это нос африка или австралия скорее все африка да я не помню по книге там кажется 6 долгаться было африка отлично еще одна страница из моей книги признаний через несколько секунд мы заберемся в корзину раскочегарим на шарик и полетим сквозь облака над национальным заповедником масса и мара к озеру виктория озеро виктория второе по величине из пресных озер мира она уступает только верхнему озеру что и говорить верхнее оно и есть вверх какой ужас мы потеряли рычаг управления нужно чем-то его заменить что вы что вы это же плохая новость друзья начало не хлопайте алло погнали за твоим так сказать прибором ох ты шьем мы так лонее это похоже на клюв птицы как это грустно но я уже максимум вверх царь зверей мы львы живем большими семьями которые называются прайд прайд может состоять даже из 37 львов львицы никогда не покидают свой прайд они намного меньше нас и охотятся группами они вообще не такие независимые как львы самцы любимые а я думал знать типа осталось 9 зверей послушать и в том минус один такой а я зебра я травоядное но это не останавливает плотоядных животных сделать меня своей добычей к счастью мои полоски сбивают с толку преследователей во время погони за мной так хорошо а вам известно что слоны самые крупные наземные млекопитающие мы очень умные но это ни к чему хорошему нас не привело нас дрессируют и заставляют выступать в цирке печально но мы на грани и исчезновение некоторые люди охотятся на нас чтобы получить наши бивни это совершенно противозаконно но браконьеров ничто не может остановить странное создание эти люди окей фрукт можно щедрое дерево а я и туда могу пойти я дерево не самая приятная встреча для вас здесь я питаюсь всем подряд падатью живностью детенышами оставленными без присмотром не все равно привет я гепард вымирающий вид гепарды самые быстрые животные в мире я могу развить скорость до 110 км в час увидимся добро пожаловать в национальный заповедник Масаи Мара он расположен на территории Кении и Танзании здесь можно наблюдать ежегодные миграции африканских гну каждый год около 1 миллиона гну вихрем врываются на территорию заповедника чтобы переждать период засухи многие из нас становятся добычей львов и гиен но такова жизнь окей шираф самое высокое животное в мире иногда мы вырастаем до пяти с половиной метров глядя на мою длинную шею тебе наверное интересно посмотреть на мой язык он длинной почти полметра дорогуша смотри сохранить закрыть открыть нет 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 отметить да игра жира запустил самое высокое животное слушать слушать повтор мы вырастаем до пяти с половиной метров глядя на мою длинную шею глядя на мою длинную шею тебе наверное интересно посмотреть на мой язык он длинной почти полметра дорогуша смотри и завиду на мою длинную шею все готово а 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 боже как меня уже бесит а почему он так часто ладно так ты ничего не врешь Фонтера? Ты ли это? Глазам своим не верю. Нет, вы только посмотрите на него. Ребята, познакомьтесь с моим кузеном. Отлично выглядишь. Глазам не верю. Суперзвезда Голливуда здесь, в наших дебрях. Дай-ка я на тебя полюбуюсь, розовый ты мой. Рычать не разучился? Трудно сказать. Столько времени прошло. А тебе ты ни к чему на твоем телевидении. Или в этих интерактивных компьютерных игрушках. Кстати, мне нравится то, что ты делаешь. Ой, ну что ты. Спасибо тебе за добрые слова. Давай, тряхнись стариной и порычи для нас. Ну хорошо, только не сильно. Мастерство не утрачено. Окей, носорок. А я носорок. Стопроцентный вегетарианец. Хотите верьте, хотите нет. А известно ли вам, что 3 из 5 видов носорогов находятся на грани вымирания? Люди охотятся за нашими рогами, веря, что в них заключена какая-то магическая сила. Можете себе представить, каково нам приходится? Ну вот такой. Ладно, погнали в город. Уже 9 минут прошло. Полетели. Начнем давай с животных. Все было быстро. Я еще в дома до мог бы пойти. Миссионер хорошего понемножку. Весь мир твердит о том, что если масаи не перестанут жить, как жили их предки, они исчезнут с лица земли. Масаи могут приспособиться к чему угодно, только не к вашей жизни. Если надо, мы перестанем разводить скот и займемся охотой. Если надо, мы бросим охоту и займемся земледеем. Мы поддерживаем друг друга и помогаем пережить эмутай. Эмутай – это время несчастья. Много мы их поедали на своем веку, но такого, такое случилось в 19 веке, не было никогда. Засуха, голод и эпидемия оспы обрушились на мой бедный народ. Чума и плевропневмония уничтожили все поголовье крупного рогатого скота. А масаи выжили, несмотря ни на что, и продолжаем жить по сей день. Пока у нас есть наш скот, все будет хорошо. А как получилось, что масаи держат такое огромное количество скота? Мне кажется, что каждый представитель вашего племени занимается скотоводством. Почему? Они тебе сейчас сами расскажут. Боже! Запивай! Просто две минуты, и он болтал. А теперь слушает песенку. Надеюсь, баг сработает этот снова. Хотя, пускай поют. Главное, чтобы авторские права не прилетели. Не хочу просто потерять канал свой. Надо будет скучно в игры играть. Субтитры создавал DimaTorzok Крутина П써филот質 works. И он не знал просипyer. Субтитры создавал DimaTorzok Новый блок Скотать славы Субтитры создавал DimaTorzok И он не fatoен ending О askите Он сказал DimaTorzok Его продавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он рассказал Д poi Она polishing под generations Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я стал мужчиной. Я уже не мальчик, поэтому мне обрели голову и окунули ее в красную охру. Скоро я смогу жениться. Поздравляю заранее. Мне его память, да, можно? Хо-рэ-рэ-шо. Давай сначала же с кем я могу взаимодействовать. Мне же веревочка нужна на стопе. Если там не мясо, мне это неинтересно. Вот ты кушать хочешь? Сегодня должен быть праздник. Но мой скот мучает жажда, и я должен везти его на водопой. Ему нужна пища, и я должен везти его на пастбище. Но моя жена только что родила ребенка, и это надо отметить. Жертвоприношением и свежим мясом. Но мой ослабевший скот не подходит для этой цели. Любой из моих соседей одолжил бы мне своего бычка для жертвоприношения, но все ушли на новые пастбище. А почему бы тебе не заколоть козленка или барана? Мы этим питаемся каждый день. А в такой благословенный день требуется мясо священного животного. У тебя нет ничего подходящего. Может быть, я найду что-нибудь? Не смотря, у меня есть вот это. Нет, это нам не подходит. Нам нужно мясо. Жалко. Нет, это нам не подходит. Нам нужно мясо. Ну, как говорится... Блин, ну знаете, в чем суть? Смотрите. Объясняю. Плавники. Плавники. Поедим можно использовать как мясо. Но в этом же случае я могу... Точно. Отправляемся. Сюда. Я сейчас превращусь в птицу, ну, понятное дело. Дух ветра, да. Заберу плавники. И, скорее всего, мясо получу от вот этих всех. Хе. Как бы то ни было странно, конечно же. Какая нам от этого польза? Свойсль. Какая от этого польза? Ар-ар-ар-ар, я птица? Я могу превратиться. Не трогайте бесценный плавник. Готово. Готово. Пипец, сколько я уже... Можешь, если не вегас удалить? Все равно я его не использую. Не трогайте бесценные плавники. Когда нам станет невмоготу от голода, мы сварим из них суп и съедим его. Дайте малого там. Будешь малого. Какая нам от этого польза? Эм... Прекрасно. Оставь это себе. Странно. Ладно, побежали тогда вниз. Давайте попробуем, как вариант, помаять змею. Как говорится в старой ирландской поговорке, если чего-то можно ждать от моря, то никогда ничего не дождешься из могилы. Надеюсь, что ядовитая змейка не сделает мне ничего плохого. Хорошо. Будешь кушать? Окей. Змея. Ой! Эта мурена выглядит очень голодной. Ее острые зубки пугают меня. Может быть, предложить ей что-нибудь, а то как бы она не съела меня. Хм... У нас есть много. Змея. Нет. Следующим. Нет. Нам же. Нет. Зердаш. Нет ничего. Ну ладно, плывем обратно. Думаю, что можно сделать со змеей. Как вариант можно змею дать им. Прекрасно. Оставь это себе. Ладно тебе. Мы умрем, если попытаемся употребить ее в пищу. Хорошо. Клюв нет. Ух-х-х-х-х-х�динь. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это там, где лидишь, что лицо. Нам нужно сходить в столовую. Тут беготня только, серьёзно, забирает у нас время игры. А двойной клик не работает. Пойдёмте влево. Пойдись, сейчас все гости начнут сесть за стол. Да. Я своими собственными ручками приготовил этот десерт. Три месяца назад. Подожди. Всё, наверное, слегка зачерствело, но не стоит опасаться последствий. Если вы сломаете зуб, у меня на примете есть великолепный зубной врач. Пирожные в день и твой врач нюдел. Окей, у нас есть пироженка. Теперь мы используем куда-нибудь. У всех на столе мёртвые птицы. Найс. Полетели в воду сразу. Сразу в воду. Сначала дим печенье рыбин. А я хочу проверить вариант с отпадением зуба. Если мы дадим твердый предмет, так сказать. Что это у тебя? Печенье. Выглядит ням-няносто. Я зуб сломала. Какая жалость. Ты знаешь, сколько берут зубные врачи здесь под водой? Готова. Ты знаешь, сколько берут зубные врачи здесь под водой? Какая жалость. Так, здесь делать-то почти больше нечего, кроме того, как вернуть плавники. Дальше. Давайте заюзаем зуб на вот этих двух. Может повезёт? Нет. Какая нам от этого польза? Нет. Хорошо. Чёрная дра. Минус звук. Хорошо. Летим сразу в next локацию. А-а-а, даже так. Сразу, получается, летим в Африку. Так, и от отсюда тогда мы с вами... Давайте сюда, да? Добро пожаловать в нашу деревню. Мы племя Масай, занимаемся животноводством. Как тебе насчёт рыбки? Змейку будешь? Это очень опасная змея. Может быть, лучше пустить её обратно в море? Не размахивай им. Это очень острый зуб. Клюв уникальной птицы-носорога. Как она умерла? Упала. Как было мной прочтено, теперь нам нужно с вами взять что? А-а-а, ракушки. И кинуть сюда воду. Послушай, Буки, здесь, я думаю, на всех хватит. Тебе повезло. Из морских ракушек можно приготовить очень вкусный суп, когда нечего есть. Найс. Очень вкусно. Никогда не ел такой вкусный суп. Найс. Супчик готов. Ракушки сварились. Может быть, они не заметят, если я возьму несколько акульих плавников. Очень вкусно. То есть, я им предлагал ракушки. И чем они нам помогут? А когда я их использовал на утваре, как ты видите, всё получилось. Окей, давайте вернём. Ты выполнил своё обещание. Я снова стала дееспособной акулой. Теперь я смогу, как прежде, гоняться за морской живностью, заглатывать её, в общем, жить полной жизнью. А может, мне сделаться вегетарианкой? Ну, ты знаешь, они даже молочные продукты не употребляют. А, может быть, ты лучше поможешь мне? Лодка на приколе, ветра нет. Не подбросишь ли ты меня до места назначения? Я теперь обновлённая акула с большим сердцем. Помогу тебе с удовольствием. Поебушили, поебушили. И... А, просто наверх. Там два острова, а я могу и на тут, и на туда поехать. Давайте смотреть. Туда? Да, я и туда, и туда. На остров дракона! У нас два варяка, ребят, куда можно плыть. Ни хера себе. Обширная локация, на самом деле. Игра, сохранить. Пац, пац, пац. Так. Хоп. Ага. Здесь ничего не лежит, но пойдёмте дальше. Игра. Ох ты! Это же страница из моей книги знаний! Тебе лучше смыться отсюда побыстрее. Спасайся, слышишь? Иначе тебя сожрут эти отвратительные драконы. Как я их ненавижу! Согласно указателю, все драконы в той стране. Только те, которые обслуживают туристов. Драконы свободно перемещаются по всему острову. Ну, по-аналю. Ловушка для туристов. О, нет, все кончено. Мне не уйти. Я не буду ветчиной для твоего бутерброда. Ух ты, мой поросеночек. У-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть. Отпусти меня. Нет, это совершенно невозможно. Песенки. Куда ж без них. Без песенок никуда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока DimaTorzok